Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своём канале. И сегодня мы продолжим с вами работу над начатой иконой, которую начатой иконой святителя чудотворца Николы, которую я делаю на бумаге, показываю вам различные упражнения. И это икона, которая выполняется поливенилацетатной темперой без добавления яичной эмульсии. Параллельно я снимаю видео, где я работаю над такой же иконой, только с применением яичной эмульсии. И у меня все видео находятся на разных плейлистах, так, чтобы вам было удобно смотреть и работать с теми видео, которые нужны именно вам. Или с поливенилацетатной темперой, или с натуральной темперой. И сейчас мы приступим. Вот я показываю свою палитру. И здесь те цвета, с которыми я сейчас буду работать, для того, чтобы составить санкирь. Отдельное видео я сниму именно на тему работы с санкирию. То есть, как вот стоит его применять, не стоит. Как именно лучше работать. В одном из видео я говорила, что я не применяю санкирь, но я имела в виду больше не то, что я вообще не применяю санкирь, а именно, что я не применяю санкирь в том виде, как обычно это делают многие иконописцы. И они вот такой краской темной прокрашивают всю икону. Ну вот красную краску в санкирь можно и не добавлять, если вы работаете с какой-то такой теплой коричневой, или охра красная, достаточно зелени и немножко вот такой коричневатой краски. И они могут быть разные, то есть земляные или химические. Сейчас я просто показываю вот именно принцип работы. Как видите, темпера поливинилоацетатная, а когда мы ею работаем, она имеет немножко такие вот свойства оставлять мазочки. Это не страшно. Вот. И просто вы сами решайте, каким видом темпера вы будете работать. Я не прокрываю всю полностью икону темпера. Я сейчас вот сначала делаю такие вот мелкие детали. Сейчас пройдусь. И что я вам советую, тоже не закрывать их глухо. А вот, например, мы делаем растяжку от брови до нижнего века. А на другом канале, я оставлю ссылку в описании, я вам расскажу именно, как рисовать икону. То есть здесь мы занимаемся сейчас красочным слоем. Но я не акцентирую внимание на рисунке, потому что это тяжело сразу объяснять именно и те моменты, которые касаются построения лика. И та информация, которую я буду давать, её можно использовать не только иконописцам, она будет очень полезна художникам, которые хотят овладеть портретным искусством. Видите, я просто беру и делаю такую растяжку. И несмотря на то, что здесь я работаю без яйца, я применяю тот же способ, как если бы я работала с яичной эмульсией. Конечно, когда всё просохнет, немножко всё изменится. Я уже, честно говоря, очень давно не писала иконы, и мне само это же интересно, как всё получается. Вот. Просто здесь очень важно понимать строение всей головы и учитывать это, когда мы делаем вот эти все заливочки, вот, чтобы понимать, что происходит. И именно на втором канале я буду говорить больше о рисунке. Некоторые видео, возможно, будут повторяться, особенно сейчас я не имею возможности снимать новые видео часто. И поскольку у меня там второй канал также рисовальный, я в чём-то, может быть, буду повторяться. Я имею в виду, что видео с этого канала какие-то будут там дублироваться. Возможно, в какой-то там редакции небольшой. Но если вы потерпите это всё, то я в какой-то период буду для вас снимать очень интересные видео и давать ту информацию, которую вы вряд ли где-то найдёте именно по рисованию, по рисунку через икону. Вот. И смотрите, что происходит. Вот здесь я немножко неправильно начала. Не нужно было начинать сверху головы делать тень, потому что верх головы – это у нас самое светлое место, освещенное место. Вот. Но мы здесь больше добавляем тона и учитываем то, что голова заворачивается, мы вот это всё сейчас вот так вот прокрываем. И видите, когда мы пишем яичной эмульсией и она просыхает, у нас меньше вот этих различий, которые появляются здесь, когда краска мокрая. вот есть такой немножко вот эффект, как в таких, ну, как бы в таком виде, как вот мы рисуем гуашью, там тоже краска во время, краска до того, как она просохнет и когда она уже просохшая, имеет разный оттенок тона и иногда даже цвета. Вот здесь то же самое происходит с поливинилоцетатной темперой. И на том канале, если вы подпишетесь по моей ссылочке, то я буду показывать схему, как именно работает вот, как именно работает вот эта раскладка санкири и вкраплений, например, красного цвета, которым мы будем, которые мы будем добавлять для того, чтобы лик был более живой и делать румяна, слезнячки, наносики. Вот мы будем это все делать и здесь важно понимать, в каких местах его нужно положить, этот красный цвет, чтобы лик был более живым и этот же метод я буду показывать, как его использовать для рисования портрета, то есть как это можно использовать в портретной живописи. Вот я прокрыла волосы, бороду и затенила там, где видно шею. И вот у нас вот так вот все получается. Я потом сфотографирую и здесь на YouTube-канале в разделе, где можно делать публикации, выложу фотографию этой иконы. И на моих группах на Facebook здесь в описании также будут ссылочки. Кому интересно, подписывайтесь постепенно. Мы там, я думаю, будем интересно общаться, обсуждать какие-то темы, иконы, картины, все, что связано с темперной живописью, обмениваться интересной информацией. Я думаю, что, естественно, я не могу это сделать сразу, поскольку я одна работаю над каналом, но постепенно у нас, я надеюсь, все получится. Не только надеюсь, я просто верю в это и знаю это. И сейчас вот я, кое-где у меня осталась красочка, я прохожусь так по одеждам, чтобы понимать, как у нас будут идти там складочки. и мы позже будем еще над этим работать. Я всегда стараюсь краску максимально использовать, которую развожу. Просто здесь вот по контуру фигура у нас всегда более насыщенная, но вместе с тем это должно быть в разумных пределах, и мы об этом тоже будем говорить на рисовальном канале, именно о том, где тени должны быть светлее, где темнее. И сейчас на этом вот этапе я оставляю икону на просушку. Всего хорошего. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Надеюсь, что в ближайшее время будут продолжения видео.